И мы продолжаем, быстрее, Света, вот сюда, мы продолжаем наш театральный фестиваль, в зале тишина полная, и я предлагаю вашему вниманию спектакль 8 класса Б по произведению Александра Гладкова давным-давно. Вы, наверное, многие видели замечательный одноимённый фильм, ребята, но я вам хочу сказать о том, что эта пьеса была написана автором и впервые поставлена в блокадном Ленинграде в 1941 году. Поэтому ребята 8 класса Б посвятили именно эту постановку и взяли именно эту пьесу, потому что посвящают её 200-летию войны 1812 года и, собственно, 70-летию самой пьесы. Итак, ваши аплодисменты на сцене давным-давно в исполнении 8 класса Б. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Агде Атара? ВЕЧРАМ Б COVID-19 ВЕЧРОМ ДВ ПО АВИТЕМ. Майор, у Женицы спали. Мы на том вылез в кафедру утра. Тебе жалеешь, что подался Дурин. Шестокая, скажу вам, шла игра. Да ниточки меня обчител Нурин. Постойте, Нурин? Это тот, что граф? Вы знаете его. Ужасный патриот. И в полчине верховодит, коль не врет. А Бумашов все спит. Храпит на все округу. Гральство отчисленное снято с перепугу. Да что случилось с ним? Запутался в неделе, и чуть французам не попался в плен. Еще чуть-чуть. Не спать бы нынче на постели. А как же спасся он? Не знаю, что он кто-то из наших. К нему на выручку поспел. Сот месяц, когда смертельным ботом облился генерал. Неужели фельдмаршал не мог он в квартире, главное, ждать? Зачем тащился к нам? Письмо от императора. Из окна несет, как будто секла нет. Скажите, что заделали ему вдруг? Да, скоро ли увидим, впервые. Фельдмаршал прибыл? Ждем. А че этот портрет? Не знаю. Громче. Он прислал пакет пельмаршалу. А кто сей юный рыцарь? Это... Пришлете младший дейстант. Он вас знакомит? Да быть может. Давно ли у вас сей доблестный корнет? Сначала восемь. Я был зовут Азаров, всего семнадцать лет. А фору даст мимо Яков Старовой. А что вам происходит? Нет, ничего, конечно. Но я готов увидеть, что он был здесь мил. Ну что ж у тебя там? Это лево. Неужели? В Фельдмаршал прибыл. Сам сюда идет со сведой. Тише, господа. Стал уже рядом я с такой прогулки. Вздохну перед парадом. Эти булки дайте плену, что ли. Хорошо бы сюда вот это кресло в печке ближе. Даже навеска эта там пониже. Теперь он лично. Кстати, генерал здесь бумажок, слыхал я. Пожар, свет, если вы будите, пошли вам спал. Что-то глаза залезают в свет. Зачем будить? Не надо. Знать от своих волнений он стал. Пускай не подремлет же парад. Ой, что будет так, что же я в гостях. Ну, слышал про его приключение. Ну, с Польшей не имею вручей. Водите все. Тебе что, молодец? От графа Ажаровского вам лично пакет. Давай. Как звать? Азаров. Так, отлично. Азаров штаб-майор тебе. Отец? Нет, дядя. Да, с ним мы воевали вместе под Измаилом против турок. Да, тому прошли немалые годы. А наш табы противник поизвестней. Сам Бонапарт. Ну как, и ничего? Прекрасно, Ваша святость. Я знаю. И я так думаю, прекрасно. Первый год чей служишь? Ваша святость первых. Все при штабе. Скучно ведь не будет с бумажками возиться. Я б неделю не выдержал. Угадай, товарищ. А смелись доложить я? А ты возьми и брось. В чернилах руки пачкать не годится. Понюхать порох. Даст. Мою мечту вы угадали. Кто-то. Удалиться прикажете? Постой, пока прочту. Князь-батюшка, узнавшись, что вы здесь к ногам припасть хочу. Не надо много мозгу, чтоб кланяться. Со мной? Я, я уполчение гнезд дворянцев нашего, Орловская и Шмоленская губерния, представитель. Ну, я, граф. Садитесь, граф. Нет, что вы, ваш святость, я постою. Представиться лет захотелось. Не приняли. Не так было пора. Есть у меня до вас один вопросик, секретный, так сказать. Ну, что там за секрет? Пойдите на минуточку корня, отсюда полиграфа вы попросите. Да будьте здесь, поблизости. Готов я вас выслушать. Прошу без дальнейших. Не щеки, князь родной, стыд заливает кровью. Что выложите угодно вам. Готов поклясться, что корнект, что был здесь в зале, девица. Крам, вы, видно, не проспались. Как вам могло прийти? Его зовут Азаров, племянник боевого другого. Как дядю, что был Азаров. Не пообедать, что в кофейных палец сон. Фамилия его родного дяди Азаров. Да, сейчас я вспомнил сам. Гусаром видел я ее на маскараде и тотчас же узнал. Ну, что за чудеса. Девицы и в войсках. Нет, не для женской силы компания была. Вы обманулись, граф. А хоть вы шутите, то я вас попросил бы. Князь-батюшка, я, к сожалению, прав. Сюжетец точно принтикантный. Но все гусары, как на подбор с усами. А сейкарнет... Спрошу его я сам. А вы пока по штабу не словечко. Клянусь вам, я буду нем, как печень. Пришлите мне его. Позвольте мне парад остаться. Хорошо. Спасибо. Так я рад увидеть войска. Не подрекований, когда их вожжут. До скорого свидания. Что же, что-то в истории, мать моя родная. Все выдувка и фарсы плащадная. Вы звали вашу светлость? Да, Карнет. Скажи, который год тебе? Семнадцать. А на войне тебе не страшно драться? Скажи, без ложи. Нет, ваша светлость. Мне врать не гожа. Не смею врать, ваша светлость. А коли врать не смеешь, так скажи мне... Нет, подожди. Твое как статье имя? По дяде Александром меня звать. Так, Александром. Где ты Сашкой звали? Нет, ваша светлость. Шуршин. В этом зале сейчас был верхолёб. Тебе он не знаком? Он ваш, Смоленск. Нет, ваша светлость. В ваш дом не заезжал он прежде к дяде по случаю каких-нибудь оказий? Не помню, ваша светлость. Ну, это я так, по слову. Значит, очень хочешь из штаба в авангард? Да. А ты не трус? От тягости в опроте не заплачешь? Нет, ваша светлость. Этот граф-дурак от лёгкой жизни получился разум. Ну, ступай. Нет, подожди. Я это так с подходишком. А ну-ка, если сразу. Корнет, задам тебе ещё один вопрос. Не удивляйся, коли... Короче, вы женщина? Врать не имею мочи. Женщина я. Что-с? Как смели вы комедию устроить? С честью воинской. Хотела я стать героем, я. Коли Родина в беде. Не могу больше дома быть. Нет, матушка, меня не открутить. Героя захотелось. Слава богу, ещё мужчин в державе русской много. До этого стыда ещё не допрели. Что баб, солдаты. На такой милина не сидеть вовек. Без такой подмоги мы срешили бы на парк в ноги. И выгоним его с Руси без баб. Каким обманом вы прониклишь там? Был у меня кузен. Он умер той зимой. Мундир его одела я. Домой, к мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам. Да-с, все же часы забудьте убираться. Не знает дядя Чай. Того б не потерпел, чтоб девка в армию. Таких постыдных дел не видно нигде. Родители что, живы? Я здесь и сюда там. Так-с, ну а как могли вы на сей обман пойти? Мундир без права взять. Позвольте мне сказать. Нет, не позволю. Если бы император узнал, того б не потерпел. Но ваша света. Нет, не желаю слушать девичьей лепет. От глупостей стогнуть и без того довольно вянут души. Да-с, по годам и не пожалеть бы их. Но, князь. Не, прошу молчать. Ну, может быть, ну все же дойдут мои слова до вашего сердца. Нет, все же часы забудьте убираться. Ну, князь. Без вас пройдет самовыгодных братьев. Щепите кошку, едите в ламзаревце. И на нужды уродины в вас нет. Вот еще много там, что и в остальном. А если сердце пьется так груди, что выскочить готово? А если крови тесно жилоты? А если береги спокой души, защиты долг суровый? А если все? Ум, очи, зорки, руки верные при цели и неслабости стремена? А если все? Ум, сердце, все силы, нервы. Приказы просят за тебя, мать Родина, страна. Отдайте без остатка. А если? Попрошу вас, говорите кратко. Я старый от речей устал. А кроме не терплет барышей мотации. Отступайте, говорим, кончат балк. Но, князь, у меня осталось только на колени пасть. Пожалуйста, но, князь, я... Я... Ну вот и слезы, Тварыч, я... Ну перестаньте, что за стыд. Семнадцать лет вам придут не врете. Ну перестаньте, что вы у вас за вид. Раз я сказал, не сделаю, напротив. Поль пойдет. Чтобы вас узнали, я не желаю. Здесь оставайтесь в зале, пока слезинки не исчезнут. Хочу спросить еще. Вы потащились в армию, конечно, чай за любовником. Не верю, я тебе грешен. Сам грешен. Что? Паслёк, парсотка слёкнула. Обидела. Извини, ты старикам. Но вечер домой не делала. Без доклада вам ваши светлости. Садитесь, генерал. От императ. Вы слышали скандал, какой со мной случился? Да не ладно. Кольцов таким письмом, то что же без конвоя было? Конвой-то был. Да не великовый. А этих мародеров банда с роту. Откуда ни возьмись. Вдруг жил за роту. Вот офицерик налетел. Свистит и саблей машет. Чего-то что за вид. Алло, эй, все сюда. Ну, шайка эта. Не взвидела от перепуга света. И сгинула. Представьте, офицер. Он, собственно, единственное числе. Кричал для устрашения. Вот бесть. Да, молодец. Обман и добрысь вместе. Рецепт старинной войны. Здесь вас спасет. Князь, спаси нет. Избавившись, хоть с него нас от хули. Он проводил до русского патруля. Кто скакал? Нам не назвал себя. Куда-то торопился споручить. Совсем юнец. Вот из таких ребят героев делают отечественные мучения. Да, Русь. По разумению моему крест следует заботу всей ему. Да, признаюсь, его хотел бы встретить я вновь. И руку еще раз пожать. Ну, что в Петербурге? Какие только светы при дворе? Позвольте рассказать. Ликуют все, и ваша сверлость вами восхищены. Об этом знаем сами. А, ты здесь еще. Вступай. Добрый вечер. И духа не было. Поклон нижайшей дяде. Я отпишу ему. Простите бога ради. Я не узнал вас мой отважный друг. Он самый... Кто? Спаситель мой. Как рад я. Позвольте мне его хоть учить в объект. Но от чего красные ваши глаза? Догадываюсь, вверх тут гроза. Над вами пронеслась. Продолжение строго. Да, ваша сверлость вспомню. Вы... Вы благодарить его хотели. Позвольте исполнять. Вот и... Насташа. Спасибо, Слава. Я поздравляю вас. Уйди, позвольте мне. Я задержусь, пучка, это аппарат. Мы встретимся еще. Не надо мне награды эту. Причем драться на войне. За родину награду эту будет. Заслужил, носит. Христами так швыряться не пристало. Ни шпильки. Но скажи спасибо генералу. Конечно, скромный добродетель. Но только без него ты б меня молил вообще. Позвольте мне остаться. Лес позабыл я сколько? Семнадцать. А коли знает кто, как этот граф, что ты именешь, а не мужчина. Шестой я месяц тут. Никто не заподозрил ни лица, ни чина. А графу скажете, что обманулся он. Гас. Обожди меня со всех сторон. Ну что ж, служи. Дочим, что ты носила столь незаконно, будет он твоим. Но как крестом уж не швыряйся им, ни гребешок чай. Спасибо вам, Ваша Светлась. Клянюсь, я честь воинскую не уроню. Доверие оправдаю. Верю, верю. Иди. Ну что? Там граф, что я тут верю. Ну, позови его. Граф, анекдотец ваш, как я и думал, оказался б здоровым. Шутить так низко с аютантом спору, а не со мной. Мой бог, какой пассаж. Клянусь вам, Ваша Светлась. Ладно, ладно. Да больше не шутите столь зря. Да, да. От этих самых дел я, сударь Бел. А, это ты, Давыд. Ну, хвастайся. А я люблю, я в Раке. А это кто с тобой? Поручик, как я сделаю. Вид геройский у тебя. Из первых будем в Раке. Наслышал про отчаянность твою? Отряд сформировал? Польцом, доверие ваше. Я его не раз уж оправдал в бою. А девкой был бы крашен. Ах, это вы опять? Толеву, Аркарнет. Мы с вами еще встретимся, надеюсь. Для нас двоих немного тесен свет. Я ваш слуга. Про подвиг ваш сейчас мне рассказали. Смеялись мы с поручиком до стены. И, коль у вас еще мы не вопали, то радовался, что я ищу. Мой вопрос. Прошу ответить без разумий долгий. Идет к корнему. Я права, очень рада. Здесь, кстати, у меня план выроски одной. Сразу, да. Видать, что вышла одной. Но я шучу. Обсудим по дороге. Вератья же немедленно. Сейчас. Она или не она? Коль мы теперь одни, вопрос мой разрешите. Даю слово, что сохраню секрет. Так вы это или не вы? Я или я? Однако это ново. Я это я. Сейчас спешу обоих. Мотать мне некогда. Прощайте, не буду. И все-таки я прав или не прав? Идет наш жизнь коробкой длинной. Смиряться, плакать и не плакать все равно. Когда звучит припев старинный. Давным давно, давным давно, давным давно. Пройдут года, но вот и сдали. Минусик лет, минусик лет, миг на дно. Как наши деды воевали. Давным давно, давным давно, давным давно. А бойлерак слепой на одежде. Русь покорит, грусть покорит. Придет на ночь. Его погоним, как и прежде. Давным давно, давным давно, давным давно. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы. Пожалуйста, восьмой П, ребята. Сюда выходим. Выходим на поклон. Но можно поклопать уже, не скупять. И проставки получились. Ну а тут Узов. Слов нет. Аплодисменты, ребята, молодцы. Молодцы. Так, строимся, становимся красиво. Ксения фотографию сейчас сделаем. Так, хорошо. Посмотрите, какие костюмы сумасшедшие сегодня у всех. Отлично. А я приглашаю сейчас на сцену. Сейчас восьмой Б садится. Убирает...